Не включилась. Так, ну расскажите о ситуации, которая на данный момент... Вообще-то, мне так кажется, что мы, вы считаем, что всем все понятно почему, но многие люди все-таки не знают, что упало, что пропало, что оборвало. Я думаю, что в деталях уже действительно... Ну, не сильно в деталях. Я не хотел бы вдаваться в то, что случилось, потому что уже об этом много говорится. А больше хотел бы акцентировать свое внимание на том, что сделано и что у нас, как мы на перспективе. То, что в начале, вы знаете, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, это были проблемы, когда падали опоры. Сейчас на этой линии работает серьезная подрядная организация, которая работает, имеет огромный опыт работы по восстановлению, по строительству линий. Это южно-украинские линии. И они работают из-за границы, но сильная компания, они сейчас восстанавливают те опоры, которые падали до выходных. Думаю, что они сегодня должны закончить ту линию. И там еще на другой линии упало две опоры, поэтому они мне сказали, что в течение пяти суток, четыре-пять суток они должны все закончить. Это безопасная линия, которой мы вернемся назад, когда она будет отремонтирована. Сейчас мы подключены ко второй линии. Это, я считаю, что это временная линия, которая идет через нафтотерминал. Она ненадежная. Там опоры не падают, но зато падают провода, обрыв проводов и так дальше. И учитывая то, что сегодня мы получили стихийное предупреждение о том, что где-то ветер должно быть до 30 метров в секунду, это очень стильный ветер, еще с осадками. И не знаю, как мы переживем эту ночь, эти сутки. На этой линии ведет работу Одесса Облэнерго, которую я ремонтирую. То, что они вчера ремонтировали там. Да, то, что сейчас, одновременно, это Облэнерго. А тут и не устанавливается совсем другая фирма, которую взяли подряд Облэнерго. Но они делают не для нас, не для города. Они занимаются... Для Облэнерго. Они восстанавливают линию. Они делают свое дело. Будем надеяться, что в перспективе сейчас мной поставлен однозначный вопрос. Меня поддержал полностью губернатор, власть города, о том, что будет строиться параллельная линия, чтобы было подключение города с двух фидеров. Потому что я уже об этом говорил, что любое предприятие, даже предприятие, должно иметь два ввода. А у нас город, который уже 35 лет, и до сегодняшнего дня было два ввода на одной поре. Это просто нонсенс, это... То есть это какая-то вот не халатность, а... Нет, как мне объясняет Облэнерго, в те времена, когда строился город, все на всем экономили. Ну, на Одесском припортном заводе никто не сэкономил, сделали два ввода, да. А на городе Южном сэкономили. Поэтому, ну что, такие подходы были, наверное, главное было производство. А город был, как бы, работали по остаточному принципу. Вот то, что осталось, зато давайте для города. Мы сегодня пожинаем плоды тех времен, когда делались теплотрассы, водоводы. И когда мы вскрываем теплотрассы, мы видим, какие трубы кидались. Какая была изоляция, вообще не было никакой изоляции. Когда труба кидалась просто на асфальт и закидывалась асфальтом. Понимаете? И мы тогда вокруг, я не знаю, сколько метров, обогревали землю просто. Поэтому, когда начинают задавать вопросы, почему, идет ответ. Вот тогда был 91-й год, такой развал государства. И работали по остаточному принципу. Что куда же никуда нельзя было применить, его применяли в строительство города. А мы теперь это все расклепим, к сожалению. Владимир Николаевич, извините за то, что я перебиваю. По поводу наших сетей личных. Вот сейчас есть свет, отопления нет. Люди греются дополнительными металами. Я перехожу сейчас к той ситуации, которая сложилась в горе. Вы видите, было бы счастье, да несчастье помогло. Вот нам было такое случилось, да несчастье. И, конечно, оно нас заставило думать немножко по-другому и работать на перспективу. Сейчас мы закупили дизельный генератор 850 кВт, который поставили на котельную. Этот генератор дает возможность работать круглые сутки и, скажем так, чуть-чуть до 30-40 градусов подогревать воду. Не более того. Давления не хватает, выше девятого этажа давления не будет. Поэтому всегда, если что-то случится, до девятого, может даже до восьмого, до девятого этажа нужно будет систему воду спускать. Не хватает мощности. Но это очень, скажем, мощный генератор, дизельный генератор, потому что, ну, все то, что мы могли найти. И этот генератор нам дал, я не знаю, мы сейчас ведем переговоры, либо мы его купим на постоянную основу и оставим уже в городе. Это завод Дельта Вильмор. То есть пока вы его не купили, пока взяли? Мы купили, сейчас они нам дали бесплатно, и мы его используем. Вчера ночью привезли еще два генератора, один 250-280 и один 200 кВт. Мы их поставили два на КНС. Два на КНС-1 и КНС-2. Сегодня мы обеспечены тем, что выкачиваем сточные воды. Это очень важно. И параллельно подключили к этому генератору на 850 кВт, который стоит на теплокоммунэнерго, на работу ВНС, на подкачку воды. Поэтому, если, не дай бог, что-то случится, мы будем с водой и будет работать канализация. Воду будут давать по графику? Будут работать, пока будут работать круглые сутки. То есть, генераторы уже запущены, они уже опробованы, они уже опробированы, они уже работали этой ночью. Их в 11 ночи привезли и установили. Но, я вам хочу сказать, чтобы вы понимали. Мы в день тратим на 4 генератора еще в больнице, мы тратим 4,2 тонны дизеля в сутки. Это нам обходится, если будем работать круглые сутки, обойдется 40 тысяч гривен в сутки. Это только для того, чтобы, скажем так, удерживать жизнедеятельность города. Без света. Вы должны понимать, что этих 40 тысяч в сутки нам нигде в бюджете Министерство финансов не забито. Оно не прошло по формульному расчету. Это мы должны изыскивать резервы у себя. Где-то, как-то, ущемлять где-то кого-то. Думаю, что может быть завтра, а может быть послезавтра, посмотрим по ситуации. Мы проведем исполком для того, чтобы находить эти деньги. Первоначально хотя бы 100 тысяч, для того, чтобы мы могли закупать дизельное топливо. Сейчас мы договорились с Портом, они нам дали бензовоз, заправщик, который сейчас ведет переговоры, кто бы нам, какая фирма дала бы по письму наперед дизельное топливо. Тоже не каждая фирма на это идет, потому что не всегда доверяют бюджетным деньгам. Мы знаем, как бюджет, как казначейство пропускает проплаты. Но я думаю, что мы обязательно договоримся. Если не здесь, договоримся в Одессе, подключим руководство области и обязательно эти вопросы порешаем. Ситуация, но тем не менее, мы подстраховываем себя тем, что профилактория порта будет работать, больница будет работать для тех людей, которые выше 9 этажа, которые не будет тепла, не будет света, я думаю 16 этажка и не будет света, значит не будет плиты работы, не электроплиты. Мы этих людей будем размещать в профилактории порта и в больнице. Сегодня на утро было где-то более 50 человек в профилактории, сейчас уже уехало где-то человек 20, поэтому я думаю, если не дай бог, они опять вернутся в профилакторию. И мы держим в резерве еще...